Всем добрый день! Меня зовут Ольга и я рада приветствовать вас на своем канале, на канале Орукодели. Сегодня я начинаю свой влог и сегодня у нас с вами уже понедельник, 15 апреля 2019 года. Так вот, с последнего моего включения прошло несколько дней, то есть последний раз я подключалась в пятницу, субботу, воскресенье ничего не снимала, потому что это были дачные дни. И у меня, естественно, на спицах был дачный проект. И это мой замотыш. И знаете, по ходу вязания я понимаю, что у меня осталось не так много вот этой пряжи, где-то половина, наверное. И я не то чтобы не хочу докупать ее, но это тоже, не хочу ее докупать. И в целом понимаю, что он заворачивается, он крутится. Знаете, я пришла к выводу, что скорее всего это будет даже не палантин, это будет двойной снуд. Но пока я его вяжу так. Я сейчас довяжу, постираю полотно. Ну как сейчас? В ближайшее время довяжу. Постираю это полотно. И посмотрим, как оно ляжет, как оно разляжется, и как оно будет трапироваться. Быть может, я превращу это все в снуд. Это будет пока, ну как бы, ну так, ориентировочно. Так вот, что же я тут навязала за эти два дня? Эти два дня я только вязала на самом деле, поэтому я вам покажу продвижение и покажу момент, на котором я остановилась в других проектах. То есть начало влога будет сегодня в понедельник. Так вот, смотрите. Я последний раз показывала, что я подхожу вот к этому брутальному коричневому цвету. Я к нему подошла, я перешла уже на светлые полоски и связала этот коричневый цвет. Цвет темными полосками связала и перехожу уже, вот видите, опять-таки в рыжий какой-то такой красивый цвет. Цветовая палитра мне безумно нравится. Я вам потом, конечно, все это покажу, когда разверну, да, постараюсь сделать какие-то фотографии, может быть, в развернутом виде. Именно цветовые переходы. Ну, прекрасно. Мне очень нравится. Вот. А на такой стадии находится у меня этот проект. Выходные. Дали о себе знать. Такое длинное полотно, 126 петель. Вяжу я на спицах, на спицах 3,5 Адии металлических, серебряных. Вот. Процесс очень нравится, он летит. Больше пока сказать о нем нечего. Ну, и давайте я вам кратенько расскажу, что у меня случилось. У меня случилась покупка. Ну, как без нее, да? Новая поставка, новая покупка. Обалденная пряжа. Просто нереальная. Она наикрутейшая. Я даже не знаю, как еще сказать. И что сказать. Я связала из нее образец. Я вам сейчас покажу. Попробую показать, что это за фирма. Если получится. У меня тут солнышко светит. Может быть, вам видно. И состав ее там. И кашемир, и меренос, и чего-то там еще. Шерсть. Ну, в общем, бобинка родная. Очень мне понравился образец. Сейчас я вам покажу. Ну, и вот сам образец. Я его вчера быстренько связала. Нитка тонкая. Полторы тысячи на сто. Меня это не пугает. Я связала в четыре сложения. И это просто волшебство какое-то. Как бы сфокусировать-то именно на образце. И как бы вам показать-то именно на образце. Она распушилась. Она выпрямилась. Она немножко подсела в высоту. Поэтому изделие надо будет вязать чуть длиннее. Чтоб оно не задралось. Вот. И у меня здесь почти 400, по-моему, грамм. Или 400 грамм. Ну, в общем, где-то около того. Вот. И теперь, конечно же, мне очень хочется попробовать и связать что-то из этой пряжи. Но у меня сейчас два проекта. И завершив один из них, я, конечно же, непременно просто вот, смотрите, непременно начну этот проект. Смотрите, как оно, какое оно полотно. Классное, класснючее просто. Вот. И я просто хотела цвет фуксии. На самом деле, мне эта пряжа не особо нужна. Да, потому что у меня достаточно пряжи в запасах, чтобы что-то повязать. Но не очень хотелось именно цвета фуксии такой. Цветопередача, конечно, не та. Но, тем не менее, знаете, что это прям такой ядреный, красивый, безумно красивый оттенок. Вот. Что-то будет. И я вам, скорее всего, тоже буду показывать, что же это будет. Ну, еще один процесс, который я продолжаю вязать. Вернее, начну продолжать вязать. Здесь, по-моему, кроме одного ряда ничего не изменилось. Я, приехав с выходных, связала, по-моему, только один рядочек. В общем, это будет хлопковый джемпер. Ну, такой джемпер оверсайз. Вяжу из хлопка, из бобинного, опять же. Безумно красивым цвете оливы. Вот. Кардонета. Тара-та-та. Стопроцентный хлопок. Вот. 350 метров, по-моему, в инстаграммах. В общем, красота неимоверная. Тоже мне очень нравится и процесс, и пряжа. И прям, знаете, какое удовольствие, когда тебе все нравится. Вот. Когда все сходится. Это дорогого стоит, потому что не так-то много в жизни на самом деле нам приносит радость. Именно, вот, знаете, чтобы радость, она не просто вот как была, да, вот как мы обычно говорим, вот вчера было так хорошо. Нет. Именно вот в процессе вязания ты думаешь, вот оно, вот оно, вот оно счастье. Ну, своеобразное счастье у нас у рукодельниц. Да. И вот когда я вяжу этот процесс, это счастье. Так. И о вязании, наверное, все. У меня два процесса, одна покупка. Сейчас я вам покажу быстренько вышивку, на какой стадии она находится. Вот. И будем прощаться. Кто смотрел предыдущий влог, тот знает, что вышивка у меня опять на мечту. Мечты сбываются. Вот. Но это уже не на рукодельную мечту, это просто на мою мечту. И я выбрала для этого маяк. Мне очень нравится этот дизайн. Я видела отшивы. Очень красиво. Мне прям, ну, безумно нравится. Так. Схему я особо светить не буду. Но вот на такой стадии у меня находится сейчас этот маяк. Конечно, у меня организация в плане, как сказать, самой вышивки, она безобразная. Да. Ну, мне так нравится. Как всегда, я оставила иголку. Раньше я так никогда не делала. Но, когда в доме маленький ребенок, сами понимаете, что надо иногда очень быстро отвлечься. Вот. Что же изменилось с последнего подключения? Здесь, значит... Ну, ладно. Буду опять пальцем показывать. Я дошила небо с этой стороны. Сделала бэкстич на чайках. Немножко бэкстича на самом верхушке маяка. И перешла вышивать вот это вот полностью небо. Небо вышивается полукрестом. Мне это не очень нравится, сама техника полукреста. Результат нравится. Вот. И я потихонечку колупаю. И вышиваю я только тогда, когда у меня прям дикое настроение. Потому что вышивка это на мечту. Я никуда не тороплюсь. Я хочу, чтобы мечта сбылась. Вот. На сегодня это все. Надеюсь, что я подключусь в ближайшие дни, как у меня получится. И покажу вам свои продвижения по рабочим процессам. Итак, сегодня у нас уже среда. И у меня продолжение влога. Вяза влога. И смотрите, что у меня происходит сейчас в настоящее время. В других процессах я практически не продвинулась. Я решила вот этот процесс из хлопка. Хлопка-кордонета. Попробую вам показать. Довести до логического какого-то этапа. Ну, для того, чтобы вообще во влоге показать, как это выглядит и что. И смотрите, что происходит. Я это сейчас, это полотно полностью сейчас буду распускать. А все почему? Все потому, что я связала образец. Образец я, конечно же, вяжу всегда не очень большой. Да, то есть, маленький образец. Посчитала по нему. Рассчитала. Но не учла особенность пряжи. То есть, хлопок. Он имеет свойство вытягиваться в ширину. Не в длину, а в ширину. И получается, что мои расчеты по плечам. Смотрите, как он расползся. Хлопок на самом деле очень мягкий. Очень комфортно из него вязать. Мне все нравится. Мне нравится цвет. Мне нравится фактура. Можно хлопку простить даже вот эти вот неровности. Это специфика, мне кажется, пряжа больше. Потому что ровно связать хлопок можно, мне кажется, только на машинке. Он вот очень капризный. И появляется рядность. Даже несмотря на то, что я очень старалась вязать плотно, красиво и аккуратно. Это можно было бы ему простить. Можно было бы даже, наверное, простить ему эту горловину несчастную. И обработать ее. То есть, довязать каким... Ну, резинку он не держит. Но можно было придумать какую-то обвязку на горловину. То есть, дальше дальнейшие действия мои должны были быть таковы, что я должна была смыкаться в круг. И уже вывязывать... Начать вывязывать рукава. Ну, смотрите, что мне еще не нравится. Мне не нравится, что плечи, даже если они потом под тяжестью выпрямятся, да, вот эта полоса, она более-менее ровная с этой стороны. А с этой стороны произошел где-то у меня казус. Я даже не поняла, в чем. И вот в одном месте есть вот здесь такой нюанс, который я не могу простить сама себе и этому изделию. И, ну, в общем, не то пальто, как я говорю, да. И плюс еще, знаете что? Я опять-таки промахнусь в размере. Ширина этого изделия, ну, это... Я даже не знаю, сколько. Надо было измерить, по-моему, в одну сторону. Ну, 85, как я вот последний раз измеряла. Но опять же, да, это вот измеряла на спицах, ну, то есть на длинной леске, да. И там была погрешность. Вот, поэтому нет. Подарила, кстати говоря, маме свой... Как это, как назвать-то футболку? Ну, в общем, вязала я чайку. В прошлом видео в болталках я была в этой чайке, посмотрела на себя со стороны и поняла, что, ну, что-то не то. И вроде как и горловину уже исправила, и все мне нравится. Просто примерив на маму, мама у меня чуть более большего размера, чем я, я поняла, что вещь вот она. Вот она, как должна сидеть, как она должна струиться и как она должна выглядеть. А то, что я вяжу себе оверсайз, ну, давайте так. Наверное, быть может, в силу своего характера, да, в силу того, как я ношу вещи, я не могу носить оверсайз в том объеме, да, в каком... мне нравится на фотографиях на других людях. То есть вот такого рода изделия, скорее всего, я носить не буду. И если бы даже довязала, то оно бы перешло к моей маме. А мне этого не хочется, как бы я не любила маму, мне нравится и цвет, и фактура, и все. И поэтому я распущу и буду искать совершенно другую модель, и быть может, не лицевую гладь, а что-то поинтереснее, поажурнее. В общем, не знаю. Смотрите, ну, полотно классное. Вот прям вот, оно вот прям классное. Нет никаких претензий к производителю пряжи. Есть претензии к тому, кто вяжет, кто рассчитывает. И даже если бы я связала большой образец, он бы мне не помог. Вот он, вот он мой большой образец. Вот он мой большой образец. То есть, здесь у меня должно было быть по горловине, по расчетам, исходя из этого образца. Я уже, конечно, не вспомню, сколько я там петель набирала, но дело даже не в этом. Исходя из этого образца, я должна была выйти на горловину 27, но край 28 сантиметров, по моим подсчетам. А у меня она растянулась вот таким вот образом до 33. Это много. Поэтому это распуск однозначный. Мы с этой пряжей немножко подышим. То есть, я от нее отдохну. Она от меня отдохнет. Я сейчас ее намотаю обратно на бобину. Вот. И буду вязать, пока замотаешь. Посмотрим. И буду искать модели интересные. Быть может, что-то интересное мне подвернется. Что-то меня вдохновит. Что-то я переделаю под свой лад. И, может быть, простой пуловер свяжу. Просто вот без всяких оверсайз. Как я поняла, что оверсайз для меня это максимум ну, 10-15 сантиметров свободы облегания. Вот для меня оверсайз, комфортный оверсайз. А не то, что я напридумывала, в общем, себе. Вот. Такое у меня горчение. Пойду почитаю книжку. Кстати говоря, я читаю книжку, ставлю вам фотографии. Очень мне нравится автор Драйзер. Пойду успокоюсь, попью чайку и все распущу. Такое тоже бывает. И это не страшно. Дорогие друзья, неожиданно наступила пятница. Вдруг я вспомнила о том, что сегодня пятница. И надо бы подвести итоги уходящей недели. На самом деле, влог получился такой какой-то неинформативный. В том плане, что ту модель, которую я задумывала основной в вязании, я ее распустила благополучно. И есть продвижение только получается по одному процессу. И этот процесс, как раз таки, вот этот вот палантин. Пока палантин. Но я подразумеваю, что это все-таки будет двойной снуд. Я подпишу размеры этого будущего изделия. Каковы они на сегодняшний день. Потому что уже разворачивать и смотреть очень сложно. Он уже большой. И, по-моему, я последнее говорила о том, что я перешла... Как раз вязала, по-моему, вот эти вот светлые полосы. И с рыжего цвета возвращаюсь на какой-то такой брутально-коричневый. Там впереди вот еще вот такой небольшой моточек остался. Вот. Посмотрим, сколько выйдет. И в целом надо, во-первых, уже сейчас, наверное, замерить и посмотреть. Если кто-то вязал двойные снуды, вы мне напишите, пожалуйста, объективно... Как это сказать? Объективно адекватный размер. Ну, самый такой удобный размер для двойного оборота. Потому что я смотрю в интернете. Я никогда, по-моему, не вязала двойные снуды. И ума не приложу, сколько же надо. Только если вот измерять постоянно, да. А будет ли это удобно, только на практике могу понять. Вот. Это такой процесс. И он движется. Он движется медленно, верно. Мои 126 петель. Кстати говоря, я ввела вас в заблуждение. Спицы не номер 3,5, а номер 3. Я просто две работы вела одновременно на спицы Хадди и попутала их номера. На номере 3,5 я как раз вязала вот из этой пряжи, из хлопка, да, последняя, ну, предпоследняя моя покупка. Пряжа мне по-прежнему нравится. Я решила, что я ее не буду откладывать в долгий ящик. И попробовала, знаете, связать сразу же второй образец. Уже двойной. То есть, связанный из двух нитей. И в две нити он, конечно, стал толще. Но мне намного больше нравится сама эластичность этого полотна. И резинки, они более рельефные, красиво можно будет пустить. И вообще, как только я распустила вот эту модель, которую, да, собиралась вязать, я начала искать на просторах Pinterest, интернет, Instagram, различные модели, которые бы подошли под эту пряжу. Смотрела, вдохновлялась японскими мажурами. Ну, чего я только там не пересмотрела, да, потому что мне очень хотелось прямо сейчас, прямо сегодня, уже, ну, сегодня, имеется в виду вчера, позавчера, уже начать новый процесс из этой же пряжи. Но ничего я для себя интересного не нашла. И решила все-таки дать второй шанс этой же модели просто уменьшить пройму, уменьшить немножко ее в размерах, эту модель, и попробовать связать из двойной нити, в общем, поплотнее. Пускай это будет джемпер плотный, толстенький, почему бы нет, кто сказал, что хлопок надо носить только летом. Офисный работник вполне может, мне кажется, себе позволить носить хлопок в любое время года. Вот. Ну, и пока я искала творческого вдохновения, да, я тут решила посетить свою собственную библиотеку. Я соскучилась по чтению, я решила, что это будет Драйзер. И это будет серия «Финансист» трилогия, да, все уже не знают, но мне она очень нравится. И я любитель вообще читать как бумажные книжки, так и электронные, и в том числе и аудиокниги. Поэтому, когда у меня нет возможности, например, полистать книгу, я просто включаю аудиокнигу вместо Ютуба, потому что пока там нечего посмотреть. Скоро, наверное, будут видео о готовых работах, будет интереснее. Вот. И вяжу, вяжу пока лицевую гладь. Мне она не надоедает, мне она нравится. Вот. Такие у меня новости. И я сейчас покажу вам вышивку, на какой стадии у меня находится вышивка. И, собственно, на этом и все. Я же говорю, этот влог будет очень кратенький, во-первых, а во-вторых, мало информативный, наверное. Но зато вы сможете увидеть реальность моего бытия, так скажем, да. То есть, это, что я вяжу, вяжу и распускаю. И вяжу иногда очень большие образцы, которые распускаю. И это будет уже новое изделие. Надеюсь, что будет. И надеюсь, что у меня теперь уже все получится. Кстати, можете посмотреть структуру пряжи. Какая она красивая, шелковистая. И какая она немножко пружинистая. Видите? Двойной нитью. Мне очень многие пряжи, кстати говоря, нравятся в две нити. Ну, вот так вот как-то сложилось. То есть, они более ровно ложатся. И смотрите, на изнаночной стороне нет рядности, которая меня так раздражала в том большом образце, так скажем. Вот так. Сейчас я вам покажу еще вышивку, кому интересно. Оставайтесь со мной. Не помню, показывала ли я в начале влога, что я вышиваю. Ну, это маяк от фирмы Овен. Вот. Здесь ничего не изменилось. Организация все та же. В папке с фикс прайсом. Мне понравилась эта организация. Здесь я неприглядно храню икончики, когда нет возможности их выбросить. И смотрите, что у меня, значит, изменилось. Мне, конечно, надо организацию самого вот этого процесса немножечко поменять. И прищепы, наверное, еще прицепить здесь, потому что я переодела пяльца, да, уже. И мне не так удобно стало вышивать. Вот. Ну, посмотрим. В общем, что изменилось. Изменился, значит, я доделала бэкстич. Причем, мне кажется, вот эти вот белые мне надо переделать, потому что они мне ни на камере не нравятся. Тут слишком большая протяжка, и она мне не нравилась. Я думала, что таким образом будет лучше. Ну, в общем, пока оставляю. Когда буду делать другой бэкстич дальше по маяку, я посмотрю. Быть может, я вот это вот белое распарю и переделаю, потому что, мне кажется, они должны быть цельные. Ну, по крайней мере, мне так видится. В общем и целом, я вышивала все самое нудное. Давайте я, наверное, книжку так положу. Я вышивала все самое нудное. Это небо. Небо полкрест. И самое интересное здесь были только чайки, потому что они прямо вот как только бэкстич нарисовался, сразу же видно, что это чайки, что это красота, что это прекрасно. Вот. И небо вышивается в, ну, как бы, две нити, да, есть более темные и более светлые. Светлые практически не видно, вышивается сложно, но сам результат того стоит мне очень нравится. То есть, сейчас я уже вышиваю, ну, вышью, зашью небо. Здесь кусочек неба у меня, но я, может быть, передохну, пойду уже на крестики, а не на полукрестики. Вот. Ну, посмотрим, как дальше пойдет, но мне нравится. И процесс мне тоже очень нравится, результат мне тоже очень нравится. В общем, вот на такой стадии сейчас у меня маяк. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, что следующий влог будет. У меня будет настроение, будет настроение повязать, настроение повышивать, мне настроение все это вам показать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok